всем добрый день сегодня хочу рассказать о том как я оснащаю поплавочную удочку я не спортсмен я просто любитель рыбак оснащая удочки по-своему сейчас я покажу как я это делаю расскажу почему я так вот оснащая их давно еще в детстве мне папа показал способ оснастки я его использую на протяжении всей жизни все не пользуюсь разнесенными грузилами дробинками меня маленько по-другому у меня на поплавочные удочки скользящая грузила оливка сейчас я покажу как я это делаю для этого просто нам нужна удочка обыкновенная поплавочная вот такие вот силиконовые стопорочки вертлюжки самые самые маленькие в размере для того чтобы к ним прикреплять поводки с крючками два крючка если допустим мне мешает один верхний или нижний его просто убираю для того чтобы оснастить мы на леску с самого начала насаживаем стопорок который будет ограничивать движение поплавка вверх так начнем стопорки можно взять любые допустим вот такие черные силиконовые или же вот такие вот разноцветные но главное чтобы по леске они туго ходили вот эти вот бочоночка более-менее на мой взгляд подходят лучше чем какие-то другие одеваем под слеповатый маленькая стопорочек протягиваем дальше мне тут узелок образовался на леске и я решил просто чтобы не было обрыва перевязать по новой все свеженько посадить чтобы узелок этот у меня никогда не подвел берем потом вертлюжок самый маленький размером с карабинчиком для того чтобы можно было цеплять менять поплавок в зависимости от погоды в зависимости от того от условий лова можно потяжелее можно полегче поставить повторять я не спортсмен я делаю как мне удобно приехать на водоем просто половить рыбу свое удовольствие это спортсменам то там заморачиваться я же просто просто ловлю с удовольствие для того чтобы поменять быстро поплавок вот застежечка и меняешь если допустим надо мне даже на эту удочку насадить живца и поймать щуку а не карася там не не другую мирную рыбу я ставлю поплавок большего размера меняю поводочек с крючком на чуть больший насаживаю туда малючка и забрасываю у меня получается удочка как бы на все случаи жизни меняю просто поплавок на более тяжелый и так вот взглянем сюда все у нас зафиксирован одевая второй стопор у меня в руки в прикормке прошу прощения за то что чумазый сгоняем все вот этими стопорочками я регулирую спокойно глубину на которой буду ловить затем опять одеваем один стопорочек это уже будет для верхнего поводка то есть ограничивать будет верхний поводок потом берем вертлюжок или же берем вертлюжок с застежкой если вертлюжок то вертлюжок так будет просто петля в петлю если же застежка имеется то удобно красивую защелку посадил поводок я и так пользуюсь и так пользуюсь теперь чтобы если допустим карась тяжелый там пятерик шестерик попадается больше там чтобы у меня не стянуло поводок к низу я ставлю после этого вертлюжка два стопорочка но если даже карась тяжелый и стянет вниз два стопорка то я всегда вот этот верхний остается на месте и я эти два стопорка который стянула подгоняю потом все у меня глубина одинаково потому что бывают такие случаи что на рыбалке что буквально какие-то сантиметры играют решающую роль можно сказать если допустим мы забрасываем в окошко камыша и получается буквально там 10 сантиметров смещения все не клюет когда на забрасываем точно туда откуда достали рыбу получается что поклевка следует сразу же я маленько согнал на проволочке нечаянно сюда на этот вертлюжок с застежкой будем крепить поводок теперь загоняем сюда грузила оливку она у меня грамм 7 можно 9 поставить на дне будет лежать поплавок будет стоять то есть глубина глубину я определяю вот так если у меня поплавок стало значит грузила оливочка лежит на дне верхний поводок у меня получается над грузилом а нижний за вертлюжок лежит на дне то есть если рыба берет верхний крючок она ее тянет грузила не чувствует поплавок реагирует если берет за нижний поводок за нижний крючок с наживкой то тянет и опять же не чувствует веса грузила поплавок реагирует сейчас мы ставим еще одну силиконовую дробинку можно ставить можно нет ну и потом на желание уже это пожелание уже я обычно как бы ставлю если есть лишние я ставлю если нету я не ставлю сейчас у меня запас купил есть таки я поставлю это просто чтобы грузила когда бьется при забросе там не повредила просто-напросто узелочек здесь вот вот этот поставим крючок в этот нижний вертлюжок я тоже привязываю петля в петлю поводочек если вдруг условия какие-то тяжелые ли мне не надо 2 карася там садится на верхний на нижний крючок их там выводить сложно чтобы не цепляться не было обрывов я просто убираю один или верхний или нижний не ловлю на одну под слеповатый чуть-чуть она намочить чтобы при затяжке леска не горела все лишний конец мы обрезаем вот так получается все почему почему вот это мне нравится вот такая вот оснастка с тяжелым грузилом допустим на течение на реке я нахожусь я сгоняю поплавок до самого верха удилища вот он у меня болтается здесь забрасываю в воду грузила на дне лежит поклевка все дергает мне видно что это сама поплавочка колышется если допустим на озере нахожусь на лоз лодке рыбачу или с берега и надо попасть в камыши ну точно в камыши надо попасть а ветер ну в лицо или в бок я просто вот качком вот таким вот опускаю и опуская куда мне надо если бы здесь было бы легкие дробинки ну просто бы ветер бы мне не дал забросить а так вот допустим качком я опускаю вот куда мне надо поплавочек если допустим я ловлю на ближнем расстоянии в камышах но чувствую что рыба рыба ну где-то подальше от меня находится у другой стены там камыша или еще где-то я могу спокойно глубина регулируется я могу спокойно подмотать катушку почему вот у меня все удочки до старенькая это орион еще советских годов катушка ульяновская когда-то она мне служила на фидере на донке тогда фидеров то еще не было вообще сейчас вот я их поставил на на удочки вот надо мне забросить ну чуть дальше от лодки или от берега я просто подматываю и делаю заброс улетела допустим куда надо далеко куда мне надо я подмотал ее все на какое надо расстояние допустим забросил то есть получается 1 удочкой 1 удочка я могу рыбачить и на ближнем расстоянии и на дальнем на течение без течения на озере мне вот так удобно я так делаю я так рыбачу сейчас я привяжу просто петля в поводочки на цеплю червячка и заброшу он туда он еще к трем моим удочкам еще вот это вот я ее отремонтировал узелок я этот самый ликвидировал чтоб не было обрыва ну вот такая вот оснастка если кому-то вдруг понравится или захочет такое использовать пожалуйста если допустим вы больше приверженец к тому что надо поставить там 7 8 10 дорожку из г из дробинок пожалуйста рыбачьте так ну вот не так удобно все получается ловится отлично на верхний на нижний надо я нижний убрал надо я верхний убрал вот так вот то бывает приезжаешь там на рыбалку смотришь рыбак с удочкой сидит на берегу ветер ему в лицо у него тут пара дробинок поводочки там с крючками насажены он бросает размахивается бросает а наш со свистом все это сама летит и поплавок сгрузил комы с оснасткой прямо у ног падает он не может забросить тут же я могу просто-напросто забросить куда мне надо опустить и мне ветер не мешает ничего вообще теперь спокойно забрасывает допустим вот камыш беру вот мне вот в это вот место надо забросить вот я так качнул и опустил вот куда мне надо то есть ветер не мешает надо мне забросить далеко беру и забрасываю куда мне угодно вон туда допустим если там рыба спасибо за внимание звук отличается маленько потому что пишу на камеру которая в корпусе